Сергей Приходько, Олег Дерипаска и все эти замечательные люди, безусловно, которых поддерживает Владимир Путин, заблокировали сегодня мой блог. И у меня нет ни малейшего сомнения, что здесь дело, конечно, не только в карманном Усть-Лобинском, правильно, Усть-Лобинский суд, карманном Усть-Лобинском суде, потому что господин Дерипаска владеет всем этим городом, а и политическое желание власти заблокировать. Потому что посмотрите, что они заблокировали? Сайт Навальный 2018, сайт Навальный Ком, сайт забастовки и сайт набора наблюдателей. То есть одновременно они заблокировали по решению этого суда. И это абсолютно незаконно, потому что, естественно, сайт забастовки или сайт набора наблюдателей никак не связан с личной жизнью Дерипаски, или не связан с личной жизнью Приходько, с Рыбкой, и там нет ничего. И мало того, это прямо противоречит тому, что написано даже в незаконном решении Роскомнадзора. Тем не менее, они такие сказали, классная идея, раз есть какое-то липовое решение, что можно что-то Навального блокировать, давайте заблокируем все. Сразу хочу сказать, мы сделаем все, и я верю, что у нас получится, чтобы эта информация не была удалена из интернета. Да, Роскомнадзор заставил 29 средств массовой информации удалить какую-то информацию. Да, вот они за всеми бегают, и да, они сейчас очень сильно осложнили нам жизнь. Впрочем, мы довольно эффективно боремся с блокировками. Однако же, мы совершенно точно сделаем все, чтобы информация о приключениях Дерипаски, приключениях Приходько не просто оставалась в российском интернете, но была еще более доступна, и чтобы большое количество, еще большее количество людей ее увидело. Я надеюсь, вы будете нам помогать. Благодаря вам у нашего фильма уже 5 миллионов просмотров. Продолжайте, пожалуйста, отправляйте бабушкам, дедушкам, всем людям. Пусть миллионы граждан России знают о том, что происходит. И, конечно, борьба с блокировками, умение обходить блокировки, это просто базовый навык жизни в России. Сейчас, если вы еще не научились это делать, обязательно учитесь. Я вам хотел показать какую-то инструкцию, какую-то короткую инструкцию, как обходить блокировки, а потом вспомнил, что ведь в России запрещены даже инструкции по обходу блокировки. И я вам сейчас, если покажу какую-то, то Роскомнадзор обязан заблокировать тех людей, которые рассказали о том, как бороться с блокировками. Ну, я все-таки, наверное, знаете, рискну и покажу вам 40 секунд объяснения, как обходить блокировки. И даже немножко надеюсь, что после этого Роскомнадзор заблокирует тех, кто объяснял. 40 секунд. Ничего себе! Телеканал «Россия-24» рассказывал нам, как обходить блокировки. Наверное, вы уже догадались, они делали это в связи с тем, что злые чиновники блокировали сайты на Украине. Совершенно верно. Как только на Украине были приняты решения о блокировке российских сайтов, праведным гневом наполнились совершенно все. И те же самые чиновники, которые блокируют сайты внутри России, начали по телевизору рассказывать нам, рассказывать украинцам о том, как обходить блокировки. Ну и нам эти инструкции понадобятся. Впрочем, самая простая вещь, которую вы можете сделать, скачать приложение моего блога. Ссылки есть в описании к этому ролику. Там есть приложение для Андроида, есть приложение для ИОС. Никакая блокировка его не обойдет. И вы можете запросто пользоваться. Я не хочу даже очень подробно рассказывать вам, останавливаясь на юридических аспектах. Ну, потому что даже бесполезно. Вот любой человек, который хоть немножко юрист или хотя бы немножко знаком с правовыми процедурами в стране, он просто начнет громко хохотать, если рассказать ему историю о том, как в выходной день можно прийти в суд, получить сразу назначенное заседание и в этот же выходной день обеспечительные меры, которые заблокируют что-то где-то по всей стране, при этом без уведомления, ну, собственно, как назвать, пострадавших, причастных лиц. Мало того, с официальной позиции суда, что меня это не касается. Ну, то есть оцените красоту комбинации Дерипаски, Приходько и Путина. Заблокируем ресурсы Навальному, а когда он придет и скажет, алло, дайте бумагу, скажем, это тебя не касается. Это официальная формулировка, что интересы Навального не затронуты при блокировке ресурсов Навального. Понятно все с российскими судами. Мне более интересна такая моральная оценка того, что происходило на яхте у Дерипаски, у Приходько и так далее. Вот мы видим, что все фигуранты нашего дела молчали, и эту неделю молчали. Вот Приходько сказал какую-то такую вещь, что я бы с ним разобрался по-мужски, но не буду. После чего начали все блокировать, и первый официальный, высокопоставленный чиновник, который высказался на тему, можно это или нельзя, нормально или ненормально то, что происходило на этой яхте, это был министр, настоящий, в самом деле лишний министр открытого правительства Михаил Абызов. Вы знаете, что он наш старый друг фонда борьбы с коррупцией, потому что именно он блокирует обычно все, что мы собирали взять несколько раз 100 тысяч подписей под теми или иными законопроектами. Вот по процедуре именно Абызовское министерство должно было их рассматривать, оно благополучно их хранило всегда. Мы выпускали фильм расследования элитной недвижимости господина Абызова в Италии. Вот сегодня телеканал Дождь, спасибо ему, они взяли небольшой комментарий, вот как министр оценивать то, что произошло, в том числе с моральной точки зрения. Давайте посмотрим, там 1 минута 21 секунда. Пытаюсь найти свою моральную планку. Она упала так низко, что невозможно ее найти. Она где-то, видимо, вот на четвертом этаже или на третьем, потому что, ну, это же ко мне вопросы. Абызов, министр правительства, сидящий на своей итальянской вилле, приходька с Дерипаской в окружении танцующих девушек из эскорта, обращаются ко мне и говорят, ну, как-то, Алексей, где твоя моральная планка? Что же с тобой происходит? Это вопрос с твоим родителем. Себя плохо воспитали, говорят они, и мимо, вот когда они обращаются ко мне, мимо них проходят какие-то голые девушки из эскорта услуг, они обсуждают, они дают друг другу взятки, и в этом нет нормального. Министр на всю страну может сказать, это хорошо, честнейший человек, прекрасный, образцовый чиновник, но вот вы видите, насколько деградировала эта власть, но люди даже не стесняются, ну, хоть бы сказал там, я не собираюсь обсуждать, это касается только приходька. Или, так сказать, этот персонаж всегда лжет, как он солгал там про меня, поэтому мне это все неинтересно. Нет, они же еще, понимаете, пытаются взобраться на трибуну и стоя вот в одних трусах над нами сказать, ну, ребята, что же вы копаетесь в нашем белье, это неприлично, они нас еще стыдят за то, что неприлично. Я предлагаю вам вспомнить эпизод, который произошел с Михаилом Михайловичем Гасьяновым, которому дома, в его жилище, в его квартиру, ну, очевидно, незаконные ФСБшники или я не знаю кто, поставили камеру, снимали его несколько раз, там, несколько дней, и все вот эти какие-то кадры личной жизни и там личных взаимоотношений, они показывали по телевизору. И когда Касьянов подавал в суд и говорил, ну, как-то вообще-то здесь все нарушено, неприкосновенность частной жизни, незаконная оперативно-розыскная деятельность, ну, незаконная съемка и так далее, тут нарушено все, ну, уже тут нарушено, я не знаю, в принципе, это невозможно показывать по телевизору, с таким смакованием, с диалогами. Касьянов везде проиграл суда, ему везде отказали, сказали, что, ну, ты знаешь, Касьянов, это твою личную жизнь не затрагивает. Зато когда мы, никого не снимая скрытой камерой, просто показываем то, что сфотографировала в Инстаграм участница событий, тут вопросы к нашему воспитанию. Тут вопросы к нашей моральной планке, которая упала, она лежит у ног Абызова, она лежит у ног Приходьки. Наглые, совершенно, ну, просто наглые, взорвавшиеся, извините, охреневшие совершенно люди, бессовестные, поэтому, конечно, их нужно мочить. Конечно, с этой властью нужно бороться. Конечно, нужно распространять это видео для того, чтобы, ну, хотя бы эти наглые выражения лиц как-то сползли с их физиономии, потому что, ну, невозможно просто слушать, как они еще пытаются доказать, что они, значит, высокоуморальные люди, а мы копаемся в грязном белье, к сожалению, к большому. Меня очень расстроил Инстаграм, но Инстаграм это Фейсбук и Цукерберг и все остальные, потому что я не думаю все же, что Ютуб удалит наше видео, по крайней мере, пока он держится. Но вот Инстаграм удалил две фотографии, давайте, если у нас есть эти фотографии, мы их покажем. Те самые фотографии, вот фотография номер один, мы видим Дерипаска с Настей Рыбкой на яхте, фотография номер два. Инстаграм, к сожалению, вот по требованию Роскомнадзора удалил и тем самым, ну, стал частью российской такой цензурной коррупционной машины. Это очень расстраивает, но я вижу, довольно много западных СМИ об этом пишут. Я надеюсь, что сейчас как-то общественность надает по шее Цукербергу или там тем, кто принимал какие-то решения, потому что, ну, это совершенно возмутительно и неприемлемо, когда они выступают на стороне жуликов и помогают этим жуликам скрывать свои коррупционные делишки.